Это «Утро в Петербурге» и мы продолжаем. Уже завтра, то бишь 11 октября, у нас будет возможность нет, не увидеть, а скорее только услышать нечто совершенно невероятное. Виртуозная скрипачка Евгения Зима представит свое обновленное шоу «Музыка в темноте». Уникальный 3D-проект, не имеющий аналогов в мире. Все подробности узнаем из первых уст Евгения Зима в нашей студии. Евгений, мы рады вас приветствовать. Доброе утро, Евгения. Вы видите. Сегодня мы вас видим еще пока, к счастью. Доброе утро, да, вы меня видите, но я хотела бы подчеркнуть, что на шоу вы меня тоже увидите. И не только меня, будет еще великолепный коллектив «Виртуоза Петербурга» мой. И не все шоу идет в темноте. Вообще это оксимарон такой, что музыка в темноте вроде бы, а шоу самое яркое, самое красочное. Такое одно из самых ярких и светлых в России. Поэтому там вы меня тоже увидите. А вот если говорить о темноте или о приглушенном свете виртуозу музыкальному, обязательно видеть гриф, например, своей скрипки или виолончели? Смычок, дабы его... Да, это отличный вопрос, благодарю. Мы столкнулись с тем, что на самом деле обязательно, как оказалось, и долго учились играть в полной темноте. Это достаточно сложно, но мы справились. Ну а каково это играть сложнейшую такую вот симфоническую и оперную музыку, не видя нот, во-первых? Ну, вероятно, это все-таки по памяти. Не видя друг друга, не видя дирижера. Он вообще есть? Нет, нет у нее никакого дирижера, естественно, все это происходит наизусть. Но это не ради книги рекордов Гиннесса или... Куда, между прочим, ваше шоу подавалось? Да, да, было такое дело. Это сложно, но это не ради этого, а это ради, скорее, слушательского, зрительского восприятия, потому что, когда это происходит в темноте, ну, это совсем по-другому. Ты просто начинаешь слышать эту музыку внутри себя. Очень можно много слов об этом сказать, но нужно прийти и увидеть, и услышать. Нужно прочувствовать это на себе, это опыт, который нужно пережить. Ну, надо сказать, что когда у нас каким-то образом закрывается или притупляется один орган чувств, ну, скажем так, обостряют все остальные, и когда ты закрываешь глаза, ты начинаешь лучше слышать. Это, в общем, известный факт. Абсолютно верно. И, наверное, более тонко и чутко воспринимать то, что происходит вокруг нас. А с другой стороны, простите, известно, что в свое время Ференс Лист развернул рояль таким образом, чтобы публика могла видеть впечатляющий профиль музыканта и еще более приходить в восторг от его исполнения. Поэтому нужно прийти на шоу, потому что там и видно, и не видно, и слышно, и не слышно. Но самое важное, что происходит на этом шоу, на музыке в темноте, и это была моя идея главная, донести это, что когда ты в этой темноте оказываешься, то ты лучше всего слышишь, кто ты есть на самом деле. Лучше всего слышно именно себя через музыку, через эти эффекты, через все, что там происходит. Я думаю, что каждый выйдет обновленным. Я сейчас скажу крамольная вещь, а в темноте фальшивую ноту лучше слышно? Лучше слышно, да. Конечно, конечно. В темноте намного все сложнее, намного все обостряется, поэтому, ну, тут меня просто все время об этом спрашивают, я уже перестала. Это, ну, огромная работа, она была проведена, и мы все время ее проводим. Да, это сложнее, конечно. Ну, Жень, раз вы выходите за рамки, рушите стереотипы, мы поступим таким же образом. Логично было бы попросить вас сейчас что-нибудь исполнить нам на скрипке, но мы вас попросим прочесть стихи этим утром. Спасибо большое. Так, Оля, спасибо. Спасибо. Просим. Когда ты перестал казаться и начал просто жить, прямо так, как всегда хотел, не мешая жизни тихо течь, а себе в ней просто плыть. рядом с теми, кого всегда хотел видеть, кому хотел играть тихие ноты на берегу реки с музыкой в левой и спелой черешней в правой, босой, но обязательно в красивом платье, светящийся не от хайлайтера, а от простого человеческого счастья, что так уже сотни раз было и не раз повторится и те же камни, и те же птицы, и те же ели, и те же белые ночи, акварели и скрипичные трели, что так нежно в тот вечер в небо летели, так было и повторится кому-то, кто кружится в танце, в причудливом жизни танца, уже не ты, но счастливый, с музыкой в левой и спелой черешней в правой, так было и повторится. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Вагим. Благодарю вас, присаживайтесь. Настроение какое-то на меня снизошло. Лирическое. Мои стихи, я их написала, вот мы на заливе играли как раз концерт, и я посмотрела на эти сосны, на эти камни, они вот просто вот пришли ко мне. И можно прийти и на стихи тоже, это будет 28 октября во дворце тоже послушать. Я вас приглашаю. Ну, талантливый человек, талантлив во всём. Что вы говорите? И ты тоже, конечно, к тебе тоже относится. И тоже. Спасибо большое. Мы уверены просто, что зрители получат колоссальное удовольствие и от музыки, которую вы подарите. Ну, очень жду. И всех приглашаем завтра на концерт. Да. Спасибо. Спасибо.